Всем привет, меня зовут Антон Фресочных, я студент первого курса магистратуры Питерской вышки направления машины обучения анализ данных. Тема моего сегодняшнего доклада — применение различных методов организации для моделей символизации кода. Этот доклад будет посвящен работе, которую я делал в рамках весенней практики в JetBrains Research MLRSE в лаборатории под научным руководством Мафаила и Тихеева. Мотивация нашей работы была следующая. Для понятия, что в стандартном процессе обучения модели мы ищем глобальный минимум в пространстве весов. Для нейронных сетей эта задача осложняется тем, что в пространстве весов можете иметь огромную размерность, порядок десятков миллионов, и гиперповерхность функции потерь. Можете иметь очень много локальных минимумов, седловых точек, плато, в которых потенциально может застрелять метод оптимизации. При этом различные методы оптимизации могут сходиться в разные точки, соответствующие моделям разного качества. Поэтому важно понимать, какие методы показывают лучшие результаты на тех или иных задачах и насколько эти результаты пообщаются на другие задачи. В последнее время появилось множество методов, которые являются модификацией стандартных SGD и ADOM, и демонстрируют значительное улучшение на исследуемых задачах. К сожалению, в основном эти задачи компьютерного зрения, и поскольку теория оптимизации задачи глубокого обучения еще слабо развита, и в основе работы методов часто лежит какая-то интуиция, нежели строгие математические утверждения, не очень понятно, насколько эти результаты пообщаются на другие задачи. В частности, довольно мало известно про то, как эти новые методы ведут себя на задачах глубокого обучения в софт-инжиниринге. И целью нашего проекта является экспериментальное исследование того, какие результаты показывают различные методы, организации, задачи, суммализации кода или метода, как частного случая задачи глубокого обучения в SE. В идеале хочется ответить на вопрос, существует ли такой метод, который будет превосходить все остальные на всех архитектурах моделей и датасетах, и тогда сообщество, машинообучатели в SE сможет использовать этот метод по умолчанию и получать лучшие результаты. Мой доклад будет выстроен примерно следующим образом. Сначала мы рассмотрим одну из конкретных архитектур модели, веса которой мы оптимизировали в ходе экспериментов. Затем я напомню о том, как работают стандартные методы и о том, какие модификации были к ним предложены в недавнее время. И далее я подробно расскажу непосредственно условия нашей задачи и о условиях тех экспериментов, которые мы проводили. И далее мы обсудим промежуточные результаты нашей работы и то, что планируется сделать в будущем. Несколько слов об архитектуре. Представим на секунду, что у нас задача там секунды с эксом, это секунды с моделинга. Тогда один из наиболее популярных подходов для решения это n-кодер-декодер рекуррентной сетки. Они состоят из н-кодера, который в каждый момент времени по текущему входному, по текущему вектору входной последовательности и предыдущему вектору скрытого состояния конструирует новый вектор скрытого состояния. В простейшем случае это происходит так, что там какая-то линейная операция в композиции с нелинейностью. И выходной вектор скрытого состояния последней ячейки это n-кодер-вектор, который передается в декодер. Короче, это тоже представляет собой рекуррентную сетку. И этот n-кодер тоже на каждом шаге по предыдущему вектору состояния строит следующий и также считает предсказания модельки, пока не предскажет, точнее, текущее предсказание, пока не предскажет конец последовательности. Но в такой формулировке, короче, проблема сеток в такой формулировке в том, что на этапе обратного расположения градиента мы будем домножаться постоянно, на каждом шаге будем домножаться на одну и ту же матрицу, что приведет к экспоненциальному затуханию или взрыву градиентов, точнее, может привести. И, как следствие, такие сетки будут обладать маленькой памятью. Чтобы решить эту проблему, в свое время было придумано long-short-term memory ичейки. Идея в том, что на каждом шаге ичейка принимает вектор состояния предыдущей ичейки, вектор скрытого состояния и входной вектор. По вектору скрытого состояния предыдущего состояния и входному вектору считаются input, forget и output gate, и также вектор активации текущей ичейки. Input gate считает, что оставить из этого вектора активации для подсчета текущего состояния. Forget gate считает, что забыть из предыдущего состояния. А output gate считает, что нужно передать в hidden state следующий. Вот. И архитектура 3LSTM, которую, короче, на самом деле мы использовали, является естественным обучением обычного LSTM для структур, иерархических структур входных данных. В отличие от обычной ячейки LSTM, ячейка 3LSTM может... Короче, обычная ячейка LSTM принимает только вектор состояния от одной дочерней ячейки, в то время как ячейка 3LSTM может принимать вектора состояния от, в принципе, произвольно большого количества дочерних ячейок. Ну, и там конструировать следующее, ну, свое состояние, среда из этого. Вот. Ну, как бы там стоит отметить, что результирующий вектор скрытого состояния вот для текущей ячейки – это сумма скрытых векторов состояния детей, там, и forget-гиты для каждого ребенка свои. Вот. Ну, и там дальше, когда мы читаем текущие векторы состояния ячейки, мы по ним суммируем. Ну, там все остальное более-менее, как в обычном LSTM. Вот. И нам интересна эта архитектура, потому что код имеет как бы довольно естественное представление в виде абстрактных синтетических деревьев, которые строятся по определенным синтетическим правилам языка программирования. И, короче, в итоге у нас такой pipeline получения предсказаний имени метода по коду. Сначала мы строим от AST дерево. Далее по каждой ноде этого дерева, вот по ее имени и соответствующему ей токену, мы строим эмбеддинги нод. И далее, то есть уже дерево эмбеддингов прокидываем в LSTM-encoder. Вот. И получаем закодированный вектор всего дерева, соответствующий output-у корня. И также закодированные векторы представления под дерево каждой ноды. И декодер – это уже там LSTM-ячейка с механизмом внимания на под деревья. Вот. В общем, такая модель. И предлагаю перейти уже к методам оптимизации. Вот. Начнем с самой общей постановки задачи обучения с учителем. Пусть у нас есть какой-то набор данных, состоящий из вещественных векторов данных, и в общем случае тоже вещественных векторов меток. И пусть у нас есть модель, которая представляет собой параметрическое семейство отображений из пространства векторов данных, пространства векторов меток. И тет – это параметры этой модели. И наша задача в том, чтобы найти такую точку в пространстве параметров модели, что такая модель имела бы какую-то максимальную заранее определенную метрику. Короче, была бы наилучшая с точки зрения какой-то заранее определенной метрики. Вот. И делать мы это будем, оптимизируя функцию потерь. Ну и то есть будем искать в ходе обучения минимум функции потерь. Ну, самая такая простая очевидная идея, как это сделается. Давайте просто в каждой точке приближать функцию потерь линейной функции и делать шаг в направлении на скорейшее убывание этой линейной функции, то есть в направлении антиградиента. Вот. При этом шаг обновления, то есть это t, будет как-то предопределен заранее. Самая очевидная политическая проблема применения такого метода, что нужно считать градиент по всему датасету, то есть считать все слагаемые. Что для больших датасетов и большого пространства, ну, короче, большая размерность пространства параметров может быть очень опадным. И, в общем, чтобы этого избежать, в том смысле экстремально, можно использовать SGD. В его классической формировке он выглядит так. Мы в начале каждой эпохи случайно перемешиваем наш датасет, и для каждого примера из перемешанного датасета мы считаем лосс и делаем по нему обновление. Преимущество, ну, мы избавились, в общем, теперь от того, что нам нужно считать лостом по всему датасету, но взамен у нас теперь большая дисперсия обновлений, ну, из-за того, что мы считаем градиент всего лишь по одному примеру. Это, с одной стороны, может быть даже хорошо с точки зрения исследования, как бы, ну, если исследования каких-то локальных, локальной области траектории обучения метода, но это может довольно сильно ухудшать сходимость метода. Вот. И, короче, последний метод, который называется mini-batch GD, отличается от обычного SGD тем, что мы делаем обновления на каждом шаге не по одному примеру, а мы, ну, а по, короче, некоторому набору примеров фиксированного размера, то есть бачу. Ну, и это позволяет уменьшить дисперсию обновлений, дисперсию градиентов. Вот. Ну, и дальше, на самом деле, везде, где идет речь по SGD, имеется в виду mini-batch GD. Вот. И, ну, к этому методу можно предложить еще ряд вристик, которые его стабилизируют и ускорят. Первый из этих вристик называется импульс, ну, или момент. Ее идея в том, что наш метод, это, короче, наше, точнее, обновление, это в некотором смысле массивный шар. Вот. И на каждом шаге на шар действует сила, пропорциональная градиенту в данной точке. И это, ну, короче, да, ну, действует сила и сообщает, соответственно, какой-то импульс. И этот импульс суммируется с уже накопленным импульсом. Вот. Ну, тут есть гиперапараметры, гиперапараметры бета, там, принимает значение, может принимать значение от нуля до единицы. И чем больше отношение там бета к ETT, тем больше метод доверяет уже накопленному импульсу и меньше доверяет обновлению. Такая юристика может помочь, когда у нас линии уровня, принципы потери сильно вытянуты вдоль одного из направлений, когда градиентный спуск, точнее, SGD, без момента будет довольно сильно осциллировать в направлении перпендикулярно вот этому, вдоль которого растянут линии уровня. Вот. Если же мы добавим импульс, то за счет того, что у нас компонент, вдоль которой меняются... Короче, у нас сложатся вот эти вот осцилляции примерно в ноль, и мы будем делать шаги в том направлении, которое нам нужно, и тем самым быстрее сойдемся, что хорошо. Хорошо. И вторая юристика называется «Ускорение Нестерева». Ее идея в том, чтобы посмотреть на шаг вперед. То есть мы знаем, что мы сделаем обновление примерно на такое слагаемое. Ну, то есть, скорее всего, оно внесет наибольший вклад. Ну, окей, давайте тогда сразу посчитаем градиент в этой точке и уже потом как бы скорректируемся на него. Ну, то есть в настоящем обновлении. Ну, это может помочь тогда, когда вот наш, короче, массивный шар из предыдущего метода там уже скатывается куда-то, ну, в локальный минимум. Вот. И он может заглянуть на шаг вперед, посмотреть, что там начинается подъем. Ну, и, соответственно, там градиент будет направлен в другую сторону. И таким образом он быстрее становится в минимуме. Да, но даже там эти вристики имеют раз серьезных недостатков. Первый из них в том, что нужно заранее определять learning rate, балансируя между тем, что при слишком большом learning rate метод будет медленно сходиться. Ой, извиняюсь, при слишком маленьком learning rate метод там может медленно сходиться или застревать в локальных минимумах, а наоборот там при слишком большом метод может проскакивать относительно узкие глобальные минимумы или вообще расходиться. Ну, и также плохо, что значение learning rate одинаково для всех параметров, независимо от их значимости. Давайте придумаем такой метод, который будет подбирать шаг обновления для каждого параметра адаптивно. Ну, и значимость параметров в некотором смысле нам будет определять отношение оценки первого момента к корню из оценки второго момента. Это оценки экспоненциально скользящего среднего, нормированные таким образом, чтобы избавиться от смещения к нулю. То есть, ну, на начале инициализируются M и V нулями, ну, из-за того, что там бета довольно близки к единице часто, то на начальной федерации вот эти оценки будут довольно сильно смещены к нулю, чтобы от этого избавиться, мы прочно нормируемся таким образом. Вот. И мы смотрим на такую величину, которая отношение первого момента к корню из второго, которое в инженерии называется Signal to Noise Array. Идея такая, что если отношение это маленькое, значит, что текущее значение импульса маленькое относительно среднего абсолютного значения данный компонент градиента. Ну, и такое бывает, например, когда компоненты градиента часто принимают большие по абсолютной величине значения разных знаков. Ну, и мы считаем, что в такой компоненте как бы мало информации, потому что, в общем, она делает большие шаги в разных направлениях. Ну, короче, нет какого-то там сигнала в одну сторону. Ну, и мы будем не доверять таким параметрам и там давляться по ним, короче, там с маленьким шагом, соответственно. Но, короче, даже у адаптивных методов есть недостаток, связанный с тем, что на начальных шагах обучения у нас могут быть довольно плохие оценки там на моменты и, как следствие, на наши адаптивные множители в learning creating. И мы можем делать на начальных этапах обучения довольно большие шаги в неоптимальном направлении и попасть в локальный минимум какой-то там, из которого так и не сможем выбраться. Ну, и на графике видно, что здесь происходит как раз такая ситуация, то есть в ванильной версии Адама сошлась какой-то локальный минимум, имеющий лос на Украине порядка десяти, в то время как некоторые эвристики, о которых я сейчас расскажу, находятся минимум поглубже там с лосом порядка трех. Вот. Что это за эвристики? Ну, все эти эвристики призваны как-то ограничить, ну, решить проблему большой дисперсии адаптивного множителя на начальных этапах обучения. Вот. Ну, первая идея — это вормап эвристики. Их идея про следующие, что давайте начнем с какого-то маленького лернинг-рейта, тем самым просто не давая на начальных этапах делать методу большие шаги, потому что лернинг-рейт маленький. Вот. И будем постепенно его увеличивать в течение какого-то там заранее определенного количества операций. Ну, и далее просто обычный адам. Вторая идея — что давайте явно запретим большие шаги вообще, в том числе и на ранних этапах обучения, просто поставив там, ну, относительно большое значение, я писал, то есть если стандартная версия адама, это дефаутное значение, там, 10-8, давайте поставим 10-4, ну, видно, что это уже может помочь. И последняя идея такая, что давайте, ну, называется адам 2К, давайте первые два кайта 2000 итераций просто обновлять только, ну, оценку на адаптивный норсель и больше ничего не делось. А, ну, уже начиная там с 2001 итерации, ну, когда мы считаем, что у нас уже хорошая там оценка на адаптивный норсель, и мы не будем делать непонятных шагов, ну, будем делать просто обычный адам. Но проблема в том, что тут тоже есть там некоторое количество гиперпараметров, типа, там, начальный learning rate, количество эпох вармап, точнее, количество, там, итераций вармапа, там, эпсилон, почему там 2К, там, 4 или больше. Ну, вот. И на самом деле все эти эвристики, они специфичны для каждой задачи, там, для конкретного, там, додосета или архитектуры модельки, и может занять довольно много времени их подбор. Вот. Ну, и хочется какой-то метод, который бы, как бы, их всех обобщал, ну, и такой метод придумали. Он называется radam, или rectified, то есть исправленный адам. Его идея следующая. Давайте предположим на секунду, что компоненты gradient распределены нормально вокруг нуля, тогда можно просто в явном виде выписать выражение на дисперсию нашего адаптивного множителя по адаме. И, ну, еще можно разложить rad для простоты и стабильности вычислений. Вот. И эта дисперсия адаптивного множителя, она монотонно бывает с количеством, в общем, итераций, и ограничена снизу. И можно выписать явную, ну, на каждой итерации можно выписать явную формулу множителя, при домножении на который, вот наш адаптивный множитель, будет иметь минимальную дисперсию. Вот. Короче, вот это явная формула. Тут rho — это эффективный размер окна усреднения. То есть идея такая, что если бы... Ну, усреднение второго момента. Я не вижу. Идея такая, что если бы у нас там была частное усреднение второго момента, то мы бы считали его так. Ну, поскольку мы считаем его не так, а как экспоненциально скользящая средняя... А, ну да. Ну, если бы... В общем, если бы у нас была такая формула для оценки второго момента, то мы бы знали, как распределен квадрат адаптивного множителя. Вот. Ну, хорошая новость в том, что даже, несмотря на то, что у нас не такая оценка, а оценка экспоненциально скользящего среднего, все равно можно сказать, что он распределен так, только вместо t будет стоять rho, который имеет смысл эффективного окна усреднения. Ну, и можно писать также явную формулу rho как функции t. Вот. Ну, и можно даже график построить и увидеть, что это довольно... ну, что rho монотонно pt возрастает. Вот. И идея радома на самом деле и заключается... Сейчас вернусь на слайд. В общем, идея радома заключается вот в этом множителе, предомножение на который на каждой итерации дисперсия адаптивного множителя минимальна. Вот. Ну, и, соответственно, на каждой итерации мы считаем вот нашу rho. Да, мы считаем эффективный размер окна усреднения. Мы считаем, что если оно больше четырех, то окей, мы можем исправить нашу дисперсию. Ну, и считаем вот наш этот множитель, который исправляет дисперсию, домножаем на него адаптивный множитель и делаем обновление. При этом, если rho меньше четырех, то мы, как бы, говорим, что у нас истории еще мало, поэтому вообще не будем обращать внимание на адаптивность и будем, ну, короче, обновимся просто в направлении импульса. Вот. Ну, и тут вот графики видно, что... А, ну, что... Ну, во-первых, что там характерные значения rho, там, ну, короче, довольно большие, и, на самом деле, там, за первые четыре итерации он уже становится больше четырех. Вот. А, ну, и что он монотонная функция? То есть, по сути, вот это условие, что там rho t больше четырех, это тоже некоторая вармап-аверистика, которая учитывает, там, бета-2 в себе. Да. Ну, и вот значение этого уменьшающего дисперсию множества, оно там тоже более-менее монотонно растет с числом операций, ну, и, там, асимметические страницы к единице. Вот. Следующая модификация называется lookahead. Ну, она может в качестве базового оптимизатора использовать любой метод. Идея заключается в следующем, что мы разбиваем веса, которые мы обучаем, как бы, на две группы. Быстрые, которые здесь обозначены буквой fi, и медленные, которые обозначены буквой θ. Вот. На каждой итерации мы берем и... Сейчас, я, может быть, неправильно сказал. Сейчас fi — это медленное, θ — это быстрое. Вот. На каждой итерации мы берем и инициализируем быстрые веса значениями медленных, над текущими значениями медленных. Далее в течение k-итераций мы делаем обновление быстрых весов с помощью нашего базового оптимизатора A. И далее делаем обновление уже медленных весов в направлении от начальной точки до конечной точки траектории вот этого внутреннего цикла. С каким-то шагом там альфа, то есть learning rate для быстрых весов. Австрия утверждает, что такая стратегия помогает увеличить, улучшить стабильность обучения и сделать обучение менее чувствительным к подбору гипер-параметров. Также еще одна идея заключается в том, что можно... Можно еще раз вернуться назад, пожалуйста. Можно, можно, да. Еще раз, кто здесь быстрые веса, что медленные? Быстрые веса — это тета, медленные — это фи. Как они выбираются? Ну, в смысле, на самом деле, это... Ну, то есть веса модельки — это просто... Ну, это медленные веса. Быстрые веса нужны просто для того, чтобы сделать эти вот кайтерации с помощью базового метода. Ну, то есть реальные веса, которые обучаются, это медленные веса. Быстрые веса — это как бы такие вспомогательные что-то, то есть веса. Ну, мы там в сечении кайтерации там их обучаем и делаем просто вот уже шаг медленных весов в направлении от начала до конца вот этой территории, которая маленькая. Вот здесь вот ровно 10. Спасибо. Ага. Так, окей. Короче, вернемся к глобальным и локальным методам. Да. Ну, короче, идея глобальных методов в том, что они ищут глобальный минимум во всем пространстве весов, при этом у них нет никакого априорного знания об устройстве функций потерь. Например, о наличии локальных минимумов. Ну, то есть они считают умолчание, что они, наверное, должны. Вот. Ну, все методы, которые мы сегодня обсудили, уже являются глобальными. Локальные же методы ищут минимум в ограниченной области пространства. Их использование имеет смысл, когда мы предполагаем, что находимся вблизи глобального минимума или минимума всего один, то есть функция потерь унимодальная. Вот. В качестве локальных методов можно использовать на самом деле глобальные, только с маленьким learning rate, чтобы они не могли далеко уходить от начальной точки. И также есть локальные методы, которые улучшают сходимость по отношению к обычному СКД при условии, что мы находимся в локальной выпукой области. Ну, и на основе работы таких методов можно сделать какие-то выводы об устройстве локального минимума, в котором сошелся глобальный метод. Ну, и в качестве примера локального метода, пусть не совсем канонического можно привести стахастик weight averaging, представляющий собой модификацию обычного СКД. Метод основан на наблюдении о том, что СКД склонен сходиться к точкам, ближайшим, близко к границам локальных минимумов. А при этом в окрестности этих точек лосс, как видно на картинке самой левой, лосс может, ну, вот квадратик это точка, которую сошелся СКД, и рядом с ней лосс может сильно расти. В сочетании с тем, что поверхности лосса на трене, на тесте могут быть друг от друга как-то смещены, это может, ну, то есть нахождение таких точек и их использование может приводиться к большой ошибке обобщения. Вот. И идея СВА в том, что давайте просто возьмем несколько различных точек таких с конца траектории обучения СГД и усредним их, тем самым получив точку, объявляющуюся их центром масс и, возможно, лежащую глубже в области локального минимума. Ну, итоговый алгоритм такой, что вот пусть у нас есть всего бюджет на обучение там B-итераций, давайте потратим там 75% на то, чтобы получить начальную точку для вот уже непосредственно СВА, вот. а оставшиеся 25% мы потратим следующим образом. Мы будем использовать СГД с таким циклическим learning rate и будем добавлять в усреднение веса модели соответствующие концам цикла, концам цикла, ну, то есть минимальным значением learning rate. Зачем нужна такая стратегия? Затем, чтобы, короче, зачем нужна такая стратегия? Вот этот как бы перескок с минимумом на максимум нужен для того, чтобы когда мы сошлись уже условно в какой-то там локальный минимум и добавили точку усреднения, мы могли бы за счет того, что мы делаем опять большой шаг из него выскочить и дальше сойтись уже в какой-то там другой локальный минимум, и тем самым получить другую точку, потому что усреднять одинаковые точки не очень интересно. Ну, и при этом мы уменьшаем learning rate, ну, как бы, чтобы вот эти точки, которые мы получаем, ну, действительно соответствовали каким-то там хорошим локальным минимумам, ну, качественным моделям. Вот. Вот такая идея. да, и в качестве данных, которые мы использовали, чтобы обучать наши модели и проводить наши эксперименты, мы использовали JavaMed, который представляет собой тысячу наиболее популярных Java-проектов на GitHub, из этой тысяч случайно 800 отправляются в обучающую выборку и 100 случайных в валидацию и тест. Ну, и всего в конце эти порядка 4 миллионов Java-методов. Вот. И, ну, чтобы проверить устойчивость наших, ну, результатов наших экспериментов по отношению к конкретным архитектурам моделей, мы проводили эксперименты, на самом деле, на двух моделей. Вот я проводил эксперименты на модели T-Rial Stamp, о которой я кратко рассказывал вначале. А мой коллега Дима Дмивленский проводил эксперименты на Kotosec-модели. Вот. И также ввиду пограниченности наших учредительных ресурсов и большого, на самом деле, количества различных методов, которые мы хотели поисследовать, мы решили использовать не полный JavaMed, а, короче, его под выборку, короче, под выборку мы делали следующим образом. В Train мы брали случайно 10% от JavaMed в валидацию случайно 20% и тестовую выборку оставляли полную, то есть просто JavaMed. И также, чтобы в каком-то минимальном разрезе проверить гипотезу о том, что наранжирование методов влияет выбор датасета, мы на сампле нескольких таких подвыборок, ну и там какую-то часть методов прогнали на разных подвыборок. И итоговый процесс проведения экспериментов наших выглядел следующим образом. Сначала мы провели отбор методов для исследования и самым интересным наш взгляд, кроме стандартных, оказались Radom, Lamp, который тоже является модификацией Adama, LukaHed с различными базовыми оптимизаторами, и в качестве локальных мы прогоняли SWA, про который рассказывал SWRG, который хорош, если мы находимся в локально выпуклой области Бразилай-Бравини. Вот. Да. Да. Ну, сначала мы прогоняли, да, ну стоит отметить, что все как бы SGD и все модификации SGD в наших экспериментах имели одинаковые общие параметры, и Adam, и модификации Adam тоже имели одинаковые общие параметры. Вот. Сначала мы прогоняли все глобальные методы на семи эпохах, у всех методов, ну все методы прогонялись одинаковым learning rate, бач size тоже был фиксирован, не было регуляризации, кроме dropout, который тоже был фиксирован, инициализация тоже фиксирована, вот. Да, мы прогнали все глобальные, в течение семьи эпох, далее выбрали лучший из глобальных методов, ну, то есть точку, полученную лучшим из глобальных методов и взяли ее в качестве стартовой для локальных, ну, в качестве локальных мы, как я говорил, использовали глобальные с маленьким learning rate, и также SVA, SVRG и BWRB. Вот. И локальные методы мы прогоняли с learning, ну, с базовым, короче, learning rate, который равен половине от learning rate глобального на последней эпохе, да, и локальные места мы прогоняли в течение четырех эпох. Да, такая была постановка эксперимента. А, ну, да, ладно, отдельно стоит отметить, что SVA, у него, ну, поскольку там циклическая стратегия learning rate, до него были параметры такие, что длина цикла, ну, в течение которого там learning rate линейно падает от максимального до минимального, длина цикла это одна эпоха, это минимальный learning rate это одна тысяча, а максимальный learning rate равен learning rate на последней эпохе глобального метода. и в итоге нужно сравнивать результаты работы методов, и чтобы это делать, надо считать различные метрики, ну, чтобы считать различные метрики, надо сначала посчитать значение там, ну, количество true positive, false positive, false negative примеров, это делается, ну, короче, мы это делали следующим образом, для каждой пары предсказанного имени метода и настоящего имени метода берется токен предсказанной последовательности, если он есть в настоящем имени метода, то это true positive пример, если его нет в настоящем имени метода, то это false positive, и если в настоящем имени метода есть паре токен, который как бы не предсказан, то это false-negative пример. Ну, и там далее precision recall F1 считается стандартным образом. Но вот эти метрики, они плохи тем, что они как бы смотрят просто на… ну, они сравниваются просто… ну, сравниваются по одному токену. То есть не учитывают никакого порядка, просто там есть токен условно или нет. Вот, чтобы как-то это учесть, можно использовать метрику RUGE N, где N – это, ну, условно, количество токенов, по которым мы считаем пересечения. Ну, например, мы использовали RUGE 2. И RUGE L, он основан на наибольшей общей предпоследованности вот между предсказанной предпоследованностью токенов и реальным именем метода. Да, и также, чтобы проверить гипотезу о статистической значимости прироста метрик одного метода по отношению к другому, мы будем использовать тест Вилкоксона. То есть, ну, короче, его идея такая, что давайте посчитаем метрики для каждого примера. Ну, да, метрики для каждого примера, полученного разными методами. Вот, и посчитаем попарные разности этих метрик, и далее на основании значения конкретной статистики сделаем вывод о том, распределены ли эти попарные разности симметричны относительно нуля или есть какое-то значимое смещение в одну сторону. Вот, да. Ну, тут более подробно о том, как считаются метрики. Вот там, ну, такие есть такой конический пример. То есть, допустим, пусть PolySkills Gunman — это, ну, короче, Target. Ну, остальные два примера — это то, что там предсказала наша модель, то, ну, условно, F1 score, он просто смотрит на то, что, ну, вот у нас во всех, ну, пересечения там по полис, the gunman killed — это, ну, это другое слово. То есть, с точки зрения F1, там, и Precision Recall F1 имеют значение 3 четвертых у обоих методов. С точки зрения RUGE2, ну, общий, общая биграмма — это the gunman. У тоже, опять же, у всех трех подпоследовательств, и там, короче, Precision Recall F1 — это одна третья. Ну, понятно, на самом деле, что вот второе предложение, которое PolySkills Gunman, оно должно быть лучше, чем третье. Ну, и вот как бы как раз RUGE2 это понимает, потому что наибольшая общая подпоследовательность между S1 и S2 — это PolySkills Gunman, вот, а между S1 и S3 — это просто the gunman. Ну, это просто чуть подробнее о том, как считаются метрики и, конечно, наглядный пример. Да, и непосредственно к результатам наших экспериментов, вот, следующим образом выглядят графики на трейне и на валидации. Видно, что почти, да, SGD и ADAM, короче, тут нарисованы, соответственно, синим и оранжевым цветом. Видно, что практически все, ну, особенно если посмотреть на валидацию, видно, что практически все методы дают какое-то визуально видимое улучшение, кроме выход SGD. Ну, ЛКХС с SGD в качестве базового оптимизатора. Вот, ну, лучше всего себя показывает ЛКХС с RADM в качестве базового оптимизатора. Ну, и судя по прямому обучению, он обучается, например, за четыре эпохи, ну, с нашими наборами гиперапараметров. Ну, и дальше там происходит, видимо, переобучение. Ну, как бы мы сейчас посчитали, что тем интереснее будет взять эту точку для исследования локальными методами. Вот. Ну, и также интересно отметить, что вот ЛКХС, ну, обычный RADM — это зелененькая линия, что ЛКХС в сочетании с RADM показал улучшение, в то время как ЛКХС в сочетании с SGD, ну, наоборот, как бы только, короче, все ухудшило. Вот. Метрики на валидации выглядят следующим образом. Ну, тут, в принципе, какой-то новой информации издечь сложно. Ну, все метрики более-менее монотонно растут. Ну, если согласуются там с слоссом и трейном, с слоссом и валидацией, и слоссом и трейном. Вот. Ну, и также видно, что там, по всей видимости, ЛКХС с RADM уже переобучается там на последних эпохах. Да, и, ну, если посмотрим на метрики на тесте, то видно также, что они согласуются там и с трейном, и с валидацией. И интересно отметить, что, ну, если просто посмотреть на лосс, то разница там между лучшим методом, лучшим из модификации, это ЛКХС с RADM, и там худшим из, да, худшим из стандартных, это в данном случае ADM. Ну, там полоса составляет порядка, там, 9%, а если посмотреть при этом на RUGE-2, то разница там гораздо более значимая. Там между хат-радомом и ванильным адомом это порядка 24%, вот, ну, и там между SGD, который реально использовался для обучения тех моделей, ну, точнее, вот, 3LSTM ранее составляет порядка 15%, по-моему, процентов. Вот. Далее, как я сказал, мы прогнали из точки получения ЛКХ от RADM, локальные методы. Тут, ну, на основании трейнлосса сказать что-то сложно, но, интересно, можно отметить, что в конце первой эпохи есть, по всей видимости, узкий локальный минимум, куда там, ну, сваливаются многие локальные методы, в том числе SVA, и, ну, вот, короче, поскольку эта точка находится прямо в конце первой эпохи, то она попадает в усреднение, ну, и это, может быть, даже хорошо, потому что, ну, как бы, по сути, чем там более различные точки попадают в усреднение, тем, как бы, может быть, и лучше. Вот. Да. Ой, сейчас, извините, кажется, да. Да, и, ну, судя вот по перформансу SVRG, наверное, можно сказать, что наш локальный минимум, куда сошелся ЛКХ с RADM, ну, не является локальным выпуком. Вот. Да. Ну, и там, судя по лоссу на валидации, действительно, наверное, вот этот минимум, он такой, ну, узкий, то есть, ну, короче, соответственно, то есть он есть только там на трене, на валидации, его нет. Наоборот, видно переобучение, метрики растут. Если посмотреть на валидации, то, ну, в среднем, кажется, что они растут, при этом часто они не согласуются с лоссом на валидации. Ну, и там, из интересного, наверное, можно отметить, что, ну, там, лучше всего себя показывают SVRG и BrazilIberVen, у них там довольно монотонно растут метрики, ну, и они получше остальных методов. Ну, и это бронжирование сохраняется и на тестовых метриках, вот. Тут SVRG и BrazilIberVen демонстрируют примерно, ну, довольно схожие, ну, почти одинаковые значения метрик. И почти по всем метрикам, там, в среднем дают улучшение порядка процента, ну, относительно, ну, вот, короче, красная пунктирная линия, это, ну, точка, ну, куда сошелся глобальный метод LKH, это RADM, из которого мы обучали локальные методы. Да, ну, в общем, summary такое, что лучше всего себя показали SVI, BrazilIberVen, они там дали прекрасным метрикам порядка процента, но и лосс на трейнер тоже для них вырос, в общем, примерно на 2%. Да. Ну, и какие промышленности выводы из нашей работы можно сделать? Ну, в общем, тоже некоторые самые, для того, что я уже сказал, ну, на нашей задаче суммаризации кода вы, на месте, да, почти все исследуемые модификации показали улучшение, при этом, ну, разница между, там, худшим из стандартных и лучшим из модификаций, там, достигает до 4%, ну, при этом, там, худший из стандартных от Atom, который, ну, не знаю, мог бы кто-то спокойнее использовать для обучения модели. Вот. Ну, и разница между тем методом, который реально использовался для обучения и лучшим составляет 15%. Ну, это, еще раз напомню, что это ПРУЖ-2, ну, и результаты говорят о том, что, ну, различия реально довольно значимы. Ну, и метод оптимизации, это важно. Да, ну, лучшим, как я уже сказал, из глобальных методов является ЛКХС Радума в качестве базового, и лучшим из локальных являются Стехастик Weight Averaging и Берзилай Барвейн, которые, там, дают улучшение порядка процента относительно стартовой точки, куда сходится глобальный метод. Вот. И что планируется сделать дальше? Во-первых, надо прогнать, например, лучший и, например, оба стандартных метода на полном JavaMedia, чтобы получить более точную оттенку метрик, и, ну, и там с помощью Вилкексона проверить гипотезу о статистической значимости улучшений. Также, как вы могли заметить, мы, в общем, наши эксперименты прогоняли на, во-первых, довольно схожих архитектурах моделей, то есть они обе рекуррентны, по-моему, и 3LSTM, и Code2Sec. Вот. Можно, ну, чтобы претендовать на обобщаемость результатов, хочется прогнать аналогичные эксперименты на других архитектурах моделей, например, на там сверточных сетках, на трансформерах, а также на других задачах из области software engineering, например, там, суммаризации кода невыми методами BookString. Вот. Также можно попробовать другие функции потерь, кроме микросинтопии, которые, возможно, больше коррелируют с метриками, которые мы в итоге смотрим. И также мы, ну, как я сказал, мы не изучали влияние регуляризации, можно поэкспериментировать с этим и поисследовать влияние инициализации на обучение, ну, и как, естественно, продолжение этого направления. Проверить гипотезу о том, что, ну, существуют на поверхности функции потерь какие-то, ну, может быть, несколько таких бассейнов протяжения глобальных методов. И также интересно было бы по... ну, просто поизучать поверхность функции потерь при помощи, там, методов Монте-Карло. Ну, ну, у меня на этом все. Жду ваших вопросов, если они есть. Спасибо большое за доклад. Было, правда, очень интересно. Так, можно тогда пару уточнений вот с конца? Если вернуться к предыдущему слайду, что все-таки такое изучение поверхности функций потерь при помощи методов Монте-Карло? Ну, идея такая, чтобы, ну, короче, я на самом деле пока что не очень хорошо в этом разбираюсь, но кажется, что идея такая, что, ну, у нас там есть точка, например, там, в которую сошелся глобальный метод. Ну, и можно как-то, ну, посэмплить, условно, не знаю, точки в ее окрестности и там получить знания о том, как, ну, устроен там этот локальный меню. Ну, на самом деле, наверное, сэмплить надо не просто случайно, а там как-то более умно. Ну, ну, в общем, имеется в виду это. Не знаю, насколько я ответил на вопрос, но... Окей, понятно. Так, хорошо. И я уточню еще тогда. Правильно я понимаю, что сейчас вот все те эксперименты, о которых шла речь, это они, во-первых, все делались на 3LSTM. Нет, вот те эксперименты, о которых я рассказывал, они действительно... Ну, и те вот результаты, которые я представляю, они действительно делались на 3LSTM, но, как я сказал, то есть параллельно со мной все эти эксперименты гонял еще один человек, Дима Мивлянский, на кольту-сек-модельке. Ну, у нас как бы результаты... Ну, хорошая новость в том, что наши результаты согласуются друг с другом, но графиков, к сожалению, вот его я в свою презентацию не вставлял, вот. Но их это... Хорошо, то есть тут показаны результаты только для 3LSTM? Да, тут показаны для 3LSTM. Я могу на код-посек скинуть в чат, но там немножко месиво. Хорошо, с этим понятно. И на 10-й части Java.med. На 10-й части Java.med. Ну, train 10-й части. Все, хорошо, я понял. Так, а вы говорите в конце, что еще хотите взять какие-то архитектуры для обработки изображений, например, да? Ну, нет, задача-то та же, я думаю, просто архитектура другая. Ну, типа, с вертой 70-ки тоже можно... А, в смысле применить другие архитектуры и все для задач обработки кода. Окей, хорошо. А тогда вопрос такой. Насколько это согласуется с результатами для каких-то бенчмарков на задачах обработки изображений, например? Сейчас, насколько это согласуется... Ну, что согласуется с перформацией различных методов? Ну, да, у вас вот получились результаты, что вот методы оптимизации можно упорядочить таким образом по их качеству работы. Вот, но такие же бенчмарки есть наверняка для других задач на изображениях, например. Да, действительно. Ну, я, собственно, я начал с того, что почти все методы, ну, как бы они сравниваются с бенчмарками на изображениях. Ну, и, соответственно, ну, показывают какие-то результаты на задачах, там, компьютерного зрения. Вот. И, ну, да, ну, то есть я прям не знаю, как они, ну, как эти же методы условно ранжируются. Ну, я не уверен, что даже были такие работы, которые бы вот именно эти методы сравнивали на какую-то там задачу компьютерного зрения. Ну, ну, так из того, что я могу сходу сказать, это то, что там, ну, короче, вот на таких бенчмарках из компьютерного зрения рядом, ну, там, дает улучшение относительно дома, но при этом обычный SGD там их обоих, в общем, обгоняет. Вот. То есть тут, ну, ранжирование принципиальным образом, возможно, меняется. Я от себя добавлю, что SVA, который локальный метод, он для компьютерного зрения давал довольно заметный прирост, несколько процентов, ну, такие ощутимые несколько процентов, а тут он, его успех, наверное, в районе стат погрешности болтается. Да, это правда тоже. Да, вот это как раз интересно было бы сравнить. А тут есть еще такой комментарий, он был в общем-то в общеслаковском чате, потом, ну, надо постараться сейчас его найти, если повезет, но там люди обсуждают, ну, в Пайторче же недавно завелся SVA, и люди обсуждали, и для какой-то архитектуры сеток, вот я сейчас буду соврать, для какой я там в течение 5 минут могу поискать, SVA хорошо работает, а для другой архитектуры плохо. Ну, то есть, условно, для сверточных хорошо работает, а для рекурентных плохо. И как-то особо, вот, но пока у людей тоже нет в этом никакого опыта, это в том числе мотивирует, вот, ближайшую часть нашего исследования, что мы хотим просто разобраться, как это работает на других архитектурах. Так у нас все-таки и 3LSTM, и код-ту-сек, они обе рекурентные, и то, что у нас результат согласуется, это на самом деле в каком-то роде хорошо и интересно. Это говорит о том, что, видимо, успешность метода оптимизации связана с, ну, с типом нейронной сетки, которую мы используем. Но вот, как бы, каких-то предсказаний по поводу того, как себя будут вести трансформеры или сверточные сетки, априори, наверное, просто невозможно дать. Вот, и там очень, может быть, будут другие результаты. Я помню, спасибо, коллеги. Есть ли еще вопросы? На тему разных сеток. Мне кажется, что, ну, если с трансформерами какими-нибудь там все относительно нормально учиться, то есть это очень интересно с графовыми сетками посмотреть, как я сейчас подумал, потому что для графовых сеток они в очень большом количестве задач, где-нибудь, они учатся ужасно долго. И если их можно учить как-то побыстрее, например, то это было бы очень круто. Ну, то есть, что сходимость не только с точки зрения качества, еще с точки зрения того, но у вас все более-менее по эпохам вело себя одинаково, просто сходилось в разные числа. Вот для каких-то совсем тяжелых штук, типа графовых, посмотреть, может, кто-то из них сходится еще и побыстрее. Это тоже было бы прикольно. Да, спасибо за идею. А вот, Егор, сразу вопрос к тебе, если можно. На каких задачах, у тебя просто опыта больше, на каких задачах из ML4SE графовые сетки хорошо себя показывают? Ну, где на них есть? Ну, если верить статье Фернандеса и Аламанеса какого-то там года, то в этом же самом методной импредикшене вообще-то ГГНН являются сотой такты. Потому что у них есть статья, где написано, ну, типа, вот мы проверили в том числе на этой задаче, генерируют именно методов, очень круто. Но там результаты, типа, только на Java Small, по-моему. И я так понимаю, потому что они просто задолбались и не обучили для относительно, ну, поскольку там в пять раз большего Java Меда, они уже не смогли ее обучить. Или там для Java Large нету. По-моему, там вообще только Java Small. Ну, короче говоря, они вот тут тоже себя прекрасно вроде как должны показывать. Просто их учить тяжело и долго. Вот вчера был семинар про это предсказание имени не методов, а идентификаторов. Игорь Довизенко рассказывал там, у него. Он сперва радостно написал, что, ну, трансформеры работают лучше, чем ГГНН, и потом он подождал еще, типа, сутки. И оказалось, что ГГНН все-таки еще лучше работает. Но просто это нужно хорошо так подождать. Хотя там параметров меньше, но из-за того, что там ГГРУ, она хуже параллелится и, короче, сходится хуже, и все хуже. Но работает круто. Ну, окей. У меня сразу там, типа, несколько комментариев и вопросов. Во-первых, Аламанисовская сота, она вообще доступна? Мы ее можем взять и погонять? Или как всегда? Ну, относительно, да. Ну, в смысле, у них есть репозиторий, в котором все их реализации ГГННов есть. Я не уверен, что там есть прям для методной импредикшена, но там, как минимум, его очень несложно получить. Окей. Окей, спасибо. Вот интересно. Второй момент. Вот, как бы, тут тонкость еще в том, что мы же, ну, реально, все время, вот, скажем, когда люди пишут статьи, писали статью про СВА, они все время говорили про бюджет. То есть, дорого не только получить самую хорошую циферку, но и уложиться при этом в какой-то установленный бюджет. А, типа, есть ли вообще, ну, как бы, если ГГНН плохо параллелится, вот это все, то мы можем вообще это хоть как-то скомпенсировать, я не знаю, гонять его на более маленькой видеокарте, раз уж не такой так плохо параллелится, я не знаю. Ну, да, не, ну, ресурсы он вроде нормально стилизирует. Да нет, он просто долго обучается. Потому что, не, то, что он плохо параллелится, это не значит, что он, типа, ресурсы при этом плохо утилизирует. Это он просто подольше работает. Ну, в общем, про это давай потом поговорим. Окей, да, да. Да, ну, в общем, это интересно. А у вас там после последнего слайда есть еще пачка слайдов? Да, это правда, они есть, но не так. На случай, если там возникли бы какие-то вопросы. Ну, там, это слайд про гипотезу минного поля, что вот есть какая-то... Ну, я не знаю, я не хотел, в общем, рассказывать особо. Ну, не знаю, если интересно, могу что-нибудь сказать. Гипотеза минного поля звучит очень интересно уже из названия, если честно. Ну, в общем, ну, короче, насколько я понимаю, идея следующая, что вот есть какой-то широкий локальный минимум, куда как бы используются наши глобальные методы. Но, в принципе, ну, короче, если бы вот... Ну, это про то, что я говорил, что давайте просто там, типа, посамплим случайно точки, ну, где-то рядом. То вот можно, ну, скорее всего, там будут вот такие супер узкие... Ну, не супер, просто узкие локальные минимумы, которые, ну, на самом деле... Ну, которых нету там на трейне и на валидации. Вот, и, ну, что вот эта штука, это как бы мина, и если мы туда сойдемся, то мы как бы на ней наступили. Ну, в таком самом каком-то первом приближении, я думаю, это как бы такая гипотеза. Вот. Ну, это к тому, что, ну, там... Короче, методы для оптимизации – это важно, и, ну, короче, важно сходиться в какие-то относительно хорошие области, вот, и не сходиться там вот в такие... А я еще чуть-чуть добавлю. Там просто вот в этой статье про минное поле оказывается, что минное поле – это вполне буквально минное поле, то есть рядом с траекторией обучения, кажется, они там обучали СГД, есть куча локальных минимумов трейна, узких, вот как на картинке, которые каким-то образом, ну, вот реально, кроме как... Ну, там нету хорошего в статье, по моей памяти, в статье объяснения, в который мы, слава богу, не попадаем. Потому что если бы мы попадали, то, во-первых, как бы мы выбирались оттуда, было бы непонятно, а, во-вторых, понятно, что с такой шириной они не перекрываются никак с тестом, ну, собственно, когда люди проверили некоторые из этих узких минимумов, ну, получается, что действительно перекрытие, ну, что на тесте все очень плохо. А, то есть это, типа, маленькие точки, в которых очень сильное переобучение, потому что они как-то эксплойтят трейн. Да-да-да. Да, при этом их прям прорва, то есть, что это значит с точки зрения... Общей теории тоже может быть интересно просуждать, потому что я совершенно не понимаю. Окей, есть ли у нас еще вопросы? Ну, хорошо, если нет, тогда давайте поблагодарим докладчик. Это был, правда, очень интересный доклад. Все, Антон, большое спасибо. Да, вам спасибо за внимание и за ценный вопрос.